В Карачаево-Черкесском исламском институте имени имама Абу Ханифа в рамках плана мероприятий, посвященных 30-летию образования вуза, прошел конкурс среди студентов на знания наизусть священного Корана. О конкурсе и победителях репортаж Аллы Динаевой. День проведения соревнований на знания священного Корана наизусть руководство Карачаево-Черкесского исламского института выбрало в последние дни священного месяца Рамазан, и это не случайно. Эти ночи, они совпали именно в то время, что Аллах Субтитров в Коране говорит «Инна анзальна гумфи лейля тиму барака». Они спасали этот Коран, ночь благодатная ночь говорит. Благодатная ночь – это лейля тал-кадр. И пророк Алейсадов сказал, ищите, ожидайте лейля тал-кадр последние 10 ночей из месяца Рамадан. И прошу Аллаха, чтобы каждый из нас столкнулся этой ночью, столкнулся именно не в состоянии сна, а в состоянии поклонения, просьбы, умиротворения. Участвовали все студенты со всех курсов исламского института. Слово для объяснения правил и номинации ректор вуза Мухаммад Хаджи Батчаев передал шейху Таха Мухаммад Хасан Ахмаду. И он на арабском языке объяснил, что и как будут оценивать в конкурсе. Молодые люди и девушки уже довольно хорошо владеют арабским языком, и это очевидно. Первый участник соревнований Исмаил Хапаев из села Чапаевское. Преподаватели из Асхарского университета проверяли знания, читая на свое усмотрение одну из строк суры Корана, а конкурсант наизусть дальше продолжал. Состязание проходило по четырем номинациям. Знания наизусть 20 джузов, 5, 3 и 2. Джуз – это отрывок из 30 частей Корана. Важно было, чтобы студент не просто знал наизусть текст, а читал, соблюдая все правила таджуида. Исмаил Дутаев участвовал в номинации чтения трех джузов. Это 60 страниц священного писания мусульман. Особенного способа подготовки нет. Нужно просто взять, перебороть свою лень и читать, читать и проявлять усердие. И сегодня мы увидели, кто проявлял усердие, а кто халтурил. Главная задача Исламского института – выпустить студентов, которые будут обладать хорошими знаниями и добрым нравом, говорит Мухаммад Хаджибатчаев. Пророк Алисаду Салам, если не любил бы людей, не призывал бы их к религии. Поэтому это качество Пророк Алисаду Салам – иметь сострадание и любовь к всему созданному, всем людям. Поэтому надеемся, пытаемся, делаем все, что в наших руках, чтобы именно такие студенты отсюда выходили, высокообразованные, воспитанные, аккуратные и несущие добро и любовь всему человечеству. В итоге победителями стали Исмаил Зайнутдинов, Исачон Каландаров, Ислам Доттаев, Арслан Матакаев. Все они были отмечены денежными призами и почетными грамотами, а участники – благодарственными письмами и поощрительными призами. Аладинаева, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия.